Позвольте слово представителя Федерации Руси. Господин председатель, отмечаем успехи Ямасукра в сфере национального примирения, государственного строительства и продвижения политических преобразований в стране. Хотим подчеркнуть, что успешное проведение в конце прошлого года референдума по новой Конституции и парламентских выборов подтвердило зрелость политических сил страны, их способность урегулировать разногласия мирными средствами. Очевидно, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к стабилизации обстановки после электорального кризиса 2010-2011 годов. В этой связи нельзя не отметить вклад правительства, которое предприняло беспрецедентные меры по организации политического диалога с оппозицией. Надеемся также, что власти продолжат прилагать серьезные усилия по увеличению представленности женщин в руководящих органах. Положение Конституции о земле, гражданстве и национальной идентичности выглядит весьма основательно и позволяет надеяться на окончательное устранение коренных причин конфликта. Уверены, что Яма Сукра в скором времени преодолеет вызовы, связанные со вспышкой социальной напряженности. Приняли к сведению договоренности властей страны с экскомбантантами, которые интегрированы в структуру вооруженных сил страны и которые позволили усмирить протестные настроения. В этой связи призываем эвуарцев сконцентрировать усилия на решении таких первоочередных задач, как реформа сектора безопасности, реализация программы разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших конфликтов, возвращение в страну беженцев из Либерии. Кроме того, необходимо продолжить процесс национального примирения и ликвидировать разделительные линии в обществе, в том числе связанные с правосудием победителей. Господин председатель, надо учитывать, что в регионе Западной Африки активизировались террористические группировки, а на севере страны, у границ Смоли, периодически появляются их эмиссары. Да и сам Код-де-Вуар становится жертвой атак террористов. В этой связи призываем Ямасукру продолжать уделять приоритетное внимание вопросам безопасности и борьбе с незаконным оборотом оружия. Заслуживает высокой оценки позиции Код-де-Вуара в отношении региональной стабильности. Приветствуем направление эвуарских военных в состав миротворческой миссии ООН в Мали. Надеемся, что Код-де-Вуар и впредь с должной ответственностью будет подходить к вопросам логистического обеспечения МОНСМА. Его роль здесь трудно переоценить. Отмечаем четкую организацию процесса передачи остаточных функций от миротворческой миссии ООНовской страновой команде. Удовлетворены, что вывод компонентов ООН-КИ идет в соответствии с графиком. В заключении, хотели бы вновь настроить эвуарских партнеров на плодотворное сотрудничество в Совете. Я благодарю вас. Я благодарю вас.